И так друзья, всем снова привет, с вами снова я, Жапка, вы на моем канале и это новенький выпуск новостей. Ребят, сегодня, сейчас, в данный момент, мы будем просто тупо обсуждать новое обновление. Обновление Снежный край, зимнее обновление Free Fire. В общем, прочитаем весь патчноут, обсудим его, посмотрим, что мы заметили в бетке, что не было в бетке. Это, естественно, сейчас посмотрим и оценим, насколько же крутое у нас будет обновление. Вот, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, вот, собственно, всё. Ребят, поехали. Итак, начну с того, что карты Калахари не будет в обновлении, вообще. Да, ребят, не будет в обновлении карты Калахари. Вы спросите, почему это всё правильно сделано, потому что на бетке нашлись очень много багов. Даже я лично нашёл минимум, там, не знаю, 15 багов, которые вообще прям жёсткие. То есть, ты мог спокойно прыгнуть, например, на ту лодку, например, да, сбоку зайти, посмотреть там немножко вот так вот сбоку. И ты мог видеть всё, что происходит в лодке, посмотреть, где находится типчик. Хотя, по идее, ты там на лодке или за лодкой вообще стоишь, ты не должен этого видеть. В общем, карта Калахари пока что не будет, её будут дорабатывать. И как они её доработают, они её запустят. Примерно ориентировочно это будет в январе месяце. Так что ждём, ожидаем. А это будет, мне кажется, топчик, это будет прям офигенным, ну, мне кажется, так. Хорошо, теперь пошли по патчноуту. Об этом уже писали, ребят, и давайте это уже обсудим. Система персонажей. Хотя система персонажей это то, что отличает Free Fire от других королевских битв. Теперь Пупк же ворует, ворует. Почему ворует? Берёт идею Free Fire и запустила свою систему персонажей. И практически похожую. Я больше всего от этого орал. Поэтому Free Fire теперь не единственная такая королевская битва. Прошло много времени до тех пор, как мы вносили какие-либо изменения в этой системе. В этом обновлении мы не только делаем доступ к 4-му слоту навыка. В общем, теперь 4 слота навыка можно поставить. Обновляем интерфейс, но и сделаем прокачку персонажей намного дешевле. За всеми этими изменениями мы надеемся, что вы, все вы, сможете опробовать новые комбинации навыков и насладиться системой, которая делает Free Fire уникальной игрой. Да, согласен. Доступен 4-й слот навыка. Это офигенно, это потрясающе, это круто. Никто с этим вообще не спорит. Уменьшено количество фрагментов, необходимых для повышения уровня. Очень сильно, очень сильно это пофиксили. Прям максимально сильно. То есть, смотрите, если ты на 8-й уровень, ну, самый максимальный уровень, тебе нужно было 6 тысяч фрагментов. Теперь же это стоит 4 тысячи фрагментов. Неплохо, неплохо. Количество золота вместо 30 тысяч на последний уровень, 16 тысяч золота. Вместо там алмаза 750, то 350 алмаза всего лишь будет стоить. То есть, это, это очень-очень прикольно, мне реально нравится. Бэкью представляет серию смарт-кодов Бэкью Мэджик. Новейший 8-ядерный процессор, мощная батарея, яркий, безрамочный экран, бесконтактные платежи. По моему промокоду 10% скидка Бэкью Мэджик, а 6 тысяч 990. Дальше. Уменьшено количество золота, алмаза, необходимое для повышения уровня. Ну, это мы только что обсудили. Увеличено получение фрагментов за матч на 350%. Это просто охренеть, как много. То есть, вы можете себе набрать любимых себе персонажей и просто их тупо качать постоянно. Это будет прикольно. То есть, разнообразие в навыках реально будет ощутимо в игре. Максимальное количество фрагментов увеличено со 100 до 250 каждый день. Хорошо? Неплохо. Новый персонаж Нотара. Нотара. Не знаю, как правильно. Напишите в комментариях. Мы рады представить Нотару... Нотару... Блин, как её вообще произносить? Я её даже гуглил. Крутую байкершу, которая прекрасно управляет транспортными средствами... Что? Которая прекрасно управляется транспортными средствами. Что? После выхода Нотары мы ожидаем, что у большого количества игроков появятся стратегии, основанные на использовании транспортных средств в команде. То есть... Короче, этот персонаж специально создан для того, чтобы играть с навыкам. А Лизы... Лизы... Вот. Чтобы вы быстро водили, у вас была прочность в автомобиле, и ещё вы хилились в этом автомобиле. В принципе, неплохая тема. Если в команде будет один какой-нибудь такой игрок, и вы постоянно будете ездить на тачках. Ну, блин, тачки-то деревянные. Алло, тачки деревянные. Кроме спорткара и пикапа, ты больше ни на чём не покатаешься. Но серьёзно, поэтому, как бы, это такое себе. Лучше бы пофиксили ещё дополнительные тачки. Там, ну, не знаю, увеличили бы скорость мотоцикла какого-нибудь, чтобы он не при повороте бы, не тупил бы. Вот. Благословение гонщика. При управлении транспортным средством восстанавливается здоровье всех пассажиров. 5 дней здоровья за каждые 5 секунд, там, 4, 3, 2. Каждые 2 секунды, грубо говоря, будет восстанавливаться 5 хп. Неплохо, но, в принципе, неплохо. Дальше идём. Новое введение. Битва отряда. Основываясь на исключительно положительной обратной связи, мы рады объявить, что битва отряда теперь будет постоянным режимом во фрифайре. В этом патче мы изменили экономическую систему битвы отрядов, чтобы игроки получали большой доход по ходу игры. Это изменение должно помочь игрокам получить достаточно солта, чтобы улучшиться оружие и подготовиться к следующим раундам. Ну, то есть, типа, баланс-баланс. Ещё раз баланс. Битва отряда теперь будет всегда на постоянке, добавлены эффекты первого убийства и совершено несколько последовательных убийств. То есть, когда вы много убиваете игроков, я не умею читать сюжет, ребят, то у вас будет, типа, Йоу, серия убийств, Йоу, трепок лоилл, там, квадрокилл, вот и всё. Игроки будут убирать быстрее при последовательных смертях. Что? Игроки, которые совершают первое убийство в каждом раунде, получают 100 золота дополнительно. А каждая команда будет получать дополнительное золото каждый раунд по ходу игры. Ну, это, типа, понятное дело. Десерт Игл! Новинка! Что? Это не новинка! Это не новинка! Алло! Почему все пишут новинка? Это оружие, которое было давно в игре. В общем, десерт Игл, урон 90, скорострель, короче, новый пистолет, который такой очень сильно дамажит. Неплохой. А дальше, что у меня пригорело? Мина! Мина теперь не имба вообще. Изменение урона и взрыва и время активации. Мы немного изменили мины, потому что они намного превосходили любые другие гранаты. Мы считаем, что на темном минах должно быть оружием, которое наносит вред вашим противникам, а не таким, которое убивает ваших врагов сразу. После корректировок наземная мина вас может наносить ощутимый урон, но это не будет оружием для нанесения последнего удара. Что? А, максимальный урон с 300 урона до 205. Минимальный урон с 100 до 120. Ну, чуть повыше будет, да, окей. Но время до срыва плюс 10 секунд. Вы в теории можете, там, если вы заметили, типа, уже, ну, вы встали, можете еще успеть отойти. То есть, чего? Ну, это очень тупо. Мне не понравилось. Очень не понравилось. Потому что минам, ну, типа, люблю мины убивать. Почему нет? Хорошо. Предметы и оружие, которые добавлены в игры на рейте. А, спиральная... Которые... Предметы и оружие, которые добавлены в игры на рейте. Спиральная зарядка М60, электрический усилитель РП5, М1887, Ручная пушка, плазменный пистолет, шлем 4 уровня. Это все будет на рейтинге. Серьезно, это будет на рейтинге? Если это будет на рейтинге, тогда я буду с этим гонять. Тогда я буду, наконец-таки, в рейтинг гонять постоянно. Я что, вернусь во Free Fire и буду играть? Потому что рейтинг нормально не обновляли уже давно. Спиральная зарядка М60, круто. Электрический усилитель, круто. Плазменный пистолет, круто. Четвертый шлем, это вообще топ. Улучшенные приспособления. Но это пока что будет в классическом режиме. Вот еще, что я сейчас назову. ВСС пулежница. ВСС это был не очень популярным оружием, хотя мне нравилось оно. Потому что не обладает ни манерленностью пистолетов, пулемета, ни убойной системы снайперской винтовки. То есть оно что-то среднее. Ну а теперь же с этой темой, используя пулежница, ВСС должен стать чрезвычайно полезным инструментом для обнаружения и отслеживания врагов на расстоянии. То есть вы выстрелили, как у арбалета, и его будет капать. Добавлены дополнительные 7 единиц урона на 3 выстрела. Бонус суммируется до 5 раз. Неплохо, неплохо, реально неплохо. М14 ядро ярости. Вот это мне очень сильно понравилось. М14 проигрывал автоматом на большой дистанции, где он должен работать лучше. Неплохо ярости позволяет М14 сохранять высокий урон одиночного выстрела. При этом скорость стрельбы позволит оказывать давление на противника. М14 становится полностью автоматически при надевании этого предмета. И скорострельность повышается на 26%. Очень скорострельный, очень боу. Мне очень нравится, там урон там 50 с чем-то. И ты такой, до свидания, пацаны, пока увидимся. Вот следующее, мне очень странная была тема. Кар 98К биометрический прицел. Хотя Кар 98К также получает баф от снайперской винтовки несколько месяцев назад. Все равно ничего не заметили. У него все еще были проблемы с АР на дальней дистанции. На дальней дистанции. Окей. Биометрический прицел обеспечивает снайперам всегда шанс выстрелить и сделать первый выстрел. Прежде чем переключиться на второе оружие, чтобы прикончить своих врагов. Ой, это такая тупая тема вообще. Короче, Кар, вот вы целитесь, а оно будет дополнительно повышать вашу скорость прицеливания. То есть вот то, что вы уходите в прицел, будет быстрее на 20%. Да, вау, круто. И мейтинг, ну, типа, такой себе. Я не буду с ним бегать. Очень такой себе. Ладно, идем дальше. Другие изменения. Игровой процесс. На странице результаты матча теперь отображается количество урона, нанесенными вашими напаминками. Круто! Вот это прикольно, вот это хорошо. Вот следующее мне вообще очень сильно понравилось. При броске гранат вашими товарищами по команде вы не будете видеть предупреждающего индикатора на вашем экране. Опа! Вот это, вот это прям топчик, вот это прям пушечка. Типа, у меня всегда были проблемы, там, типа, кто-то гранаты кинул, и такой, типа, а это ты кинул или противник кинул? Такой, что? Офигенная тема. Лечебная пушка теперь показывает количество проведенного лечения за каждый выстрел. Мне так и не повел, как это будет показано. Это, типа, как урон будет показываться, типа, такого. Что? А, корректировка интерфейса оружия. Добавили новый механизм появления лута на карте. Что? Новый механизм появления лута на карте? Ну, этого я ничего-то не заметил на бетке, ладно. Наземные мины теперь будут иметь более сильный индикатор предупреждения для игрока, который их установил. То есть, вокруг мины будет круг такой. Размер по смертному лутбоксу увеличен на 120 для лучшей видимости. Окей. Имя питомца теперь поддерживает два символа. Что? Какие-то два символа имя питомца поддерживает. Чего? Игроки теперь могут отмечать предметы на земле, чтобы уведомить своих товарищей в команде. Вот это неплохая тема. Ты там на кнопку нажимаешь, нацелишься на предметы и показываешь, где находится там, например, аптечка. Неплохо. Свомогающие тексты теперь будут отображаться в игре, когда игрок сталкивается с определенной ситуацией, такими как участие в битве, лечении или выход за пределы грибовой зоны. Шлем 4 уровня добавлен в авиапосылку. Круто! Круто! Новички и прокачка. Новички теперь получат ряд наград для прокачки уровня. Теперь каждый уровень будет даваться вам бешеные какие-то награды, очень жесткие. Уменьшена сложность дороги к мастерству. Добавлено событие прокачки для новичков. Хорошо. Страница элитного пропуска будет доступна с 5 уровня. Окей. Переработана анимация уровня и используется скит-интерфейс. Вообще пофигу. Интерфейс. Кнопка назад была перемещена в верхний правый угол. Ладно. На странице элитного пропуска теперь можно зайти на сайт элитного пропуска. Пофигу. Скорректировано расположение страницы стрим. То есть теперь он слева с правой стороны и оптимизация страницы пополнения. Все. Тупо все. То есть калахари не будет. Вы, ролики, вы видите демонстрацию персонажа Альвара. Его пока что не будет. Он будет позже в обновлении. Вот. По остальному, в принципе, да, в принципе, не все. Сказали, показали. Ждем обязательно карту калахари, ребят. Но вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Завтра будут уже новости. Скоро покажут два новых пропуска. Это тоже ожидайте. С вами был Яжапка. Знаете, что вы самые лучшие. Всем удачи. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Вы самые лучшие. Пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok